Поселок Молодежный Сасовского района. Здесь проживает 450 человек. Городская черта совсем рядом, меньше километра. Единственная дорога сюда, по улице Перова. Сейчас она радует глаз. Правда, так было не всегда. Новый асфальт положили в этом году по программе «Поддержка местных инициатив». Стоило все чуть больше двух миллионов рублей. В ноябре месяце мы сделали документацию, подготовили ПСД. Народ в течение двух недель собрал свои 12% от данной суммы. Откликнулись, очень замечательно, спасибо им. Ну и подрядчики нам в сроки, в указанные сроки согласно контракту, они уложились. Ну и, соответственно, мы где-то в начале сентября, до 1 сентября у нас было все это сделано. Весь цикл занял почти 10 месяцев от создания проекта, его утверждения, до непосредственно ремонта 420 метров дороги. Результатом довольны все. Благодаря поддержке правительства Рязанской области, мы, жители поселка Молодежный, в этом году смогли осуществить капитальный ремонт улицы Перова. В 2022-м в Глетковском сельском поселении Сасовского района реализовано два инициативных проекта. Если первый носил больше практический характер, дорога в развивающемся поселке, то второй – патриотический, мемориальный комплекс русскому воинству. Как бы ни называлось древнее поселение на месте Тимгеневского городища, учеными доказано, что оно было восточным форпостом русского княжества. В память об этом жители Глетковского сельского поселения в 2021 году выступили с инициативой создания мемориального комплекса русскому воинству в районе Тимгеневского городища. Инициатива нашла поддержку в правительстве Рязанской области. Проект реализовывался в два этапа. Первый – установка поклонного креста и, собственно, самого монумента уже завершен. Каркас, естественно, металлический. Заливали бетон сюда. Плюс вот эта нержавейка сверху. Надеюсь, надолго ее хватит, если какие-нибудь вандалы что-то не разрушат. Также у нас прошла плитка. Плитка дорожки выложит тротуар и смотровая площадка с балясином, которая стоит на берегу реки. Естественно, люди приезжают часто, смотрят, наслаждаются данным местом. На втором этапе комплекс облагородили голубыми елями, кизилом, сиренью. Для этого привлекали даже ландшафтных дизайнеров из областного центра, специалистов разного профиля. Мемориальный комплекс возвели, по сути, все вместе. Теперь здесь устраивают памятные акции, проводят экскурсии. Рядом охраняемая археологическая территория. И ухаживать за комплексом тоже стараются все вместе. Областная программа поддержки муниципальных инициатив помогает решать многие насущные проблемы местных значений. Это и ремонт местных дорог, ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, обустройство домов, обустройство общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, приведение в порядок сельских кладбищ и многие другие проблемы. За возможность реализовывать инициативы граждан местные жители поблагодарили главу региона Павла Малкова, Министерство по делам территорий и информационной политики Рязанской области, оказывающее необходимую консультацию и методическую поддержку в реализации проектов. Помимо двух уже названных в 2017-2018 году, рядом со школой построили спортивную площадку, также в два этапа. До этого рядом даже турников не было. Теперь здесь проходят уроки физкультуры. Спустя год в селе Устье возвели сквер памяти работников речного флота. Раньше река была судоходной, ходили теплоходы до Касимова. Зато теперь на слегка обмелевшую цену и окрестности можно понаблюдать с красивой смотровой площадки. И жители благодарны. Все-таки инициативы здесь по-настоящему народные. Продолжение следует...